Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего выступления, давайте мы вернемся сейчас к глобальной экономике, посвящена тому, почему акции американских и европейских компаний еще могут продолжить падение. Вот в этом видео мы говорили о новой теории денег, да, не о кенсианстве. Там много было рассказано про фундаментальные истории. И сейчас я все-таки хотел бы перейти к тому, почему я считаю, что американские и европейские компании могут быть еще ниже, с одной стороны, с другой стороны, что мы уже сейчас выделяем порядка 15 компаний, которым можно присмотреться на долгосрочную перспективу, интересные компании. О них мы говорили на нашей конференции, ссылка на конференцию под данным видео. Но сейчас к прогнозу падения может быть, потому что стоимость денег выросла. Почему это важно? Если вы являетесь инвестором, у вас есть два инструмента для инвестиций, ну основных, да. Даже Ворон Баффет про это говорит, что есть инструменты денежного рынка и есть коммерческие коровы. Вы капиталист, и у вас есть доступ к финансовым ресурсам. Пускай вы даже первичный дилер какой-нибудь там, член семьи Рокфеллеров или Ротшильда. И вот, что мы получаем. На одной чаше ресов лежат безрисковые инструменты. То есть, это ставка доходности, которую вы можете получить, давая в долг государству. На другой чаше ресов, как инвесторов, у вас лежит то, что вы принимаете на себя более значительный риск с целью получения более высокой нормы прибыли. И тогда вы должны идти в акции, где вы не получаете фиксированной доходности, где вам ничего не гарантируют, где вам ничего не обещают, но вы являетесь собственником компании, создающей прибавочную стоимость. И вот между этими двумя инструментами есть такой критерий, да. Есть этот критерий, называется премия за риск. То есть, когда у меня стоимость денег в экономике составляет полпроцента, то доходность инструментов с фиксированным доходом тоже снижается. Доходность облигаций низкая. К чему это приводит? К тому, что, с одной стороны, мне неинтересно находиться в инструментах денежного рынка, и я решу для себя какую-то альтернативу. Второе, когда стоимость денег низкая, то у меня плата за риск тоже низкая. То есть, если я буду кредитными деньгами оперировать в рискованных инструментах, если я здесь не заработаю или недозаработаю, то в этом случае моя ответственность из-за того, что у меня деньги дешевые, она не столь высока. И получается просто как разумный инвестор. Вы приходите и говорите, или смотрите. То есть, 12 месяцев назад вы получали доходность. На каждой вложенной 100 долларов вы получали 5 центов, инвестируя в облигации Соединенных Штатов Америки. То есть, ставка безрисковой доходности для вас составляла 0,5%. Стандартная премия за риск в акциях американских компаний составляет 4%. Историческая премия за риск. То есть, если ставка будет на уровне 4%, то фондовый рынок вам должен обеспечить 4 плюс 4, 8%. Если ставка безрисковая составляет 0,5%, то доходность, которую должен обеспечить вам фондовый рынок, составляет 4,5%. Даже то, о чем говорил Роберт Шиллер, когда переобувались аналитики по американскому рынку, когда говорили, ребят, ну как компания может стоить 40 годовых прибыли, 50 годовых прибыли, 100 годовых прибыли. Как такое может быть? И они объясняли это очень просто. Из-за того, что процентные ставки упали до нуля, то есть, вы в инструментах денежного рынка, покупая облигации Германии год назад, покупая облигации Италии, вы вообще никакой доходности не получали. Вы вынуждены идти в какие-то другие рисковые инструменты. В первую очередь, вы идете, естественно, в акции. И самое интересное, вам акции даже не все подходят, потому что акции стоимости, они не генерируют достаточной прибыли. Вы идете в акции роста. Вы рискуете, потому что у вас деньги 0 стоят, 0,5%. И вы идете в акции роста, которые в будущем, может быть, будут зарабатывать много, увеличится денежный поток, и вы на этом будете зарабатывать. И мы получили вот этот вот дисбаланс, мы получили вот эту вот огромную диспропорцию, что фондовый рынок за последние 12 лет вырос очень много, очень сильно, и акции роста опережали компании стоимости. Что происходит сейчас? Процентная ставка в Соединенных Штатах Америки повышена до 3,5% с 0,25%. То есть ставка безрисковой доходности очень сильно выросла. В 6-12 раз выросла ставка безрисковой доходности, которую можно получить. Соответственно, когда растет ставка безрисковой доходности, то в нашей формуле оценки фондового рынка какая переменная меняется? У нас меняется ставка, премия за риск, она неизмена, как была 4%, так 4% остается. Но безрисковая ставка с 0,5% вырастает до 3,5%. Ну, сейчас в моменте, когда пишется видео, до 3,5%. Возможно, к концу года будет 4%. И тогда получается, что для вас с позиции разумного инвестора имеет смысл заходить в фондовый рынок только в те акции, которые вам обеспечивают доходность в районе 8% в год на краткосрочный период. Доходность 8% в год, это показатель цена прибыли всего фондового рынка должна составлять 12,5%. То есть форвардный показатель PE для американского фондового рынка должен составить 12,5%. А он сейчас составляет 20-25% в зависимости от компании. У компании роста этот показатель более высокий, у компании стоимости этот показатель менее высокий. Если мы там 12,5% разделим на 20, получим минус 37%. При этом я не думаю, что падение будет на 37%, по одной простой причине, что ставка безрисковой доходности на уровне 4-4,5%, она на долгое время, скорее всего, не задержится. То есть это приведет к тому, что инфляция погасится. Погашение инфляции приведет к тому, что понизит ставку и понизит ставку безрисковой доходности. Поэтому можно говорить о том, что в Америке весь широкий индекс, фондовый индекс может упасть еще процентов на 15-20. Но уже сейчас есть компании, которым строят присматриваться. Вот в этом видео мы говорили о том, почему нужно покупать сейчас акции российских компаний. Мы говорили там про дивиденды, мы говорили там про восстановление. Именно по этой же самой причине сейчас в Америке уже есть отдельные сектора, есть отдельные акции. Еще раз, у нас на конференции было 15 компаний заявлено, которые прямо сейчас можно начать уже потихоньку покупать. Это именно те компании, у которых эти показатели находятся на справедливых оценках. Это компании стоимости, это компании, которые работают с высокой маржинальностью. Это компании, у которых низкая долговая нагрузка. Это то, к чему можно, а, присматриваться, б, покупать. Опять-таки, при этом отдельным блоком нужно рассматривать вопрос инфраструктуры. Где открывать брокерский счет, как переводить денежные средства для покупки. Если вы находитесь вне территории России, отлично для вас это самое то. Можете прямо сейчас уже через свои брокерские счета делать. Что делать россиянам на конференции мы непосредственно рассказываем. Поэтому, резюмируя, можем упасть еще в течение 1-2 месяцев процентов на 15-20. Хороший момент для покупки, он и сейчас хороший. Но сейчас имеет смысл именно формировать инфраструктуру, присматриваться и осуществлять осторожные покупки. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok